Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Киргизии, в национальной филармонии города Бишкек, куда нас пригласили оценить техническое состояние органа. Инструмент долгое время не обслуживался, более того, произошло неквалифицированное вмешательство в электрику. Обо всем по порядку в этом видео смотрите до конца, подписывайтесь, пишите комментарии. Как вы делаете? Нормально. Это было приятно. Смотри, все выключено. Все. Но при этом... Да, скорее всего, ров-флют. Да, вот так вот. Слушай, попробуй крутани вальцы в противоположную сторону. От себя. Ничего не меняется, да? Да, но он должен быть зафиксирован. А он едет. Но это тут нужно делать. А он едет. А он едет. А он едет. Да, тема смерти, она актуальна здесь, сейчас. Вот так вот, да. Блин, у них здесь нету. Да. А должно быть. Должно быть. Гарик, здесь много чего должно быть. Но этого нету. А вот он же как таковой работает, видишь, пленол выключил. Да, но при этом все равно звучит. При всех выключенных регистрах. Так, ну сейчас посмотрим. Бурдона нету и бас-флета нету. Здесь первый мануал звучат вот эти два. Да, я поняла, да, это там, что там. 14-15, рор-флета и шпиц-гамбо. Ага. Это, знаешь, как гудок парохода, поможешь, па-бам-па-бам, па-па-пам. Это капитан, когда трое лодки, не считая собаки. Слушай, а это не было бы так смешно, так грустно. По-моему, кнопка хант-регистр была отключена. Когда-то еще, до... Да? А мы сейчас проверим. Что-то такое было... Нет, работает. Работает. Вот, я включил его, хант-регистр. Ясно. А без него, вот, видишь, без него не работает. Да, без него комбинашка звучит. Ага. Без него, значит, работает. Но уже, уже что-то неплохо. Сейчас должна быть прозвучать моя коронная фраза из твоих уст. Егор, во что ты меня втянул? Да, теперь я у тебя. Теперь, теперь... Вот это вот, да. Нам нужно будет войти, посмотреть, что с этим. Ну, сейчас ключ застанут. Да, смотрите, смотрите, сначала вот так забирай. Подождите, я через вас переступлю, извините. Извините, извините. Давайте. Закрывайте дверь аккуратненько. Ага. Туда переступаете, потом открываете дверь сюда. А, понял. Все. Хорошо, сейчас посмотрю. Гарик, поднажимай, пожалуйста, нотки. Педальные, которые не звучали. Там он. Что, заработали эти? А что случилось с ним? Так, стоп, секунду, Гарик, подожди. Выключи тумблер унтерзация. Вообще, вот эти все, все педальные. Все. Выключил, да? Да. И включи еще раз. Может, он не до конца был открыт шлейф? Да нет, подожди. Можно подержать? Да, лучше другой стороной. Другой стороной. Подожди. Сейчас я его в другую сторону. Ну-ка, сейчас. Да, но я его пока даже не включил. Это я его включил вручную. А. Понятно. Он не до конца. Вот у него гайка болтается. Она выскочила оттуда. Вон она. Не ходит шток у электромоторчика. И у принципала тоже. Они не работают здесь. Это либо нету сигнала из пульта, либо сам моторчик перегорел. На третьем мануале по основе микстура не включается. На третьем мануале где? На верху. На верху? Да. А, он в швеллерном ящике, да? Да, да, да. Сейчас я подниму сюда. Сейчас это залезть туда надо, подождите. Я подержу. А можно мне фонарик? Трубу все на месте. Да, не фонарик там. Ну, конечно, все есть. А, давай посмотрим внизу, там где этот электромоторчик. Может быть, он тоже не доходит. Господи, ты сейчас меня это... Я тут чуть не родил. Не бойся, это чешский гобой. Звучит, как... Как чешский гобой, так и звучит. Так и звучит, как чешский гобой, да. Ужасно звучит. Ну, ну, по мне бы и по заму. Вот этот же ящик. А, все, вижу. Да, 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 вижу. Любили же чехи вот это все. Так, это у нас получается раз, два, третий моторчик. Так, нажми микстуру и оставь ее в включенном состоянии. Нажал? Да. А теперь играй. Тут электромеханика. То есть купуляция здесь не механика, а электрика. Здесь вот они совмещены с электромагнитами. Слушай, а нажми вот эту ноту до, которая скопулирована у нас на педали. Так, нажми. А теперь нажми соседнюю. Вот эту, нажми ноту. Вот, вот, вот. Вот, все, я понял, в чем фигня. Смотрите, видите, она опускается без магнита. А теперь нажми еще раз вот эту скопулированную до, которая. Вот. Я тебе говорю... А здесь коопуляция работает. А здесь, а здесь он жестко зафиксирован с магнитом. Приступаем к самому интересному. Ага, снимаем. Держишь? Да. А ну-ка, нажми эту микстурку. У меня есть просто подозрение, что вот этот вот, помнишь, у нас была проблема? Да, ну нет. Он не зацепляет контакты. Ну, такой может быть, да. Надо проверить все. Там три регистра таких. Хорошо, но надо же проверить, это все равно. Контакт есть, но он не включается. Копола работает. Ну, давай все кополы проверим. Выключается, она прям медленно-медленно опускается. Вот, раз, и... Да, это тоже медленно. Это чисто механическая проблема, просто надо смазать и отрегулировать, да. Да, конечно. Ага, вот здесь, да? Вот, смотрите, видите? Ебипичный у него. Там же... Там, я не знаю, сколько там. Так, а вот здесь все попеределано. Вот, вот мы и нашли. Вот оно здесь. Вот это все. Вот это все стоит на... Да, по-моему, вот это все стоит на... Ага. Вот они такие все были. Вот эти все синие. Вот это все новое напаяно. То, что это все в одном месте, это уже хорошо. Да, да. Что это не разбросано, допустим, органу. А, мы не знаем. Мы же еще не открывали там такой же ящик. А, на втором этаже такой же? На втором этаже такой же ящик стоит, да? Так, я хотел вот сюда залезть, вот. Гарик, есть у меня одна мысль, что сифонит не главный мех, а мех второго мануала. Как это было в Гемри. Посмотри сюда. Попробуй рукой, вот. С другой стороны, где мех, вот, да. Вообще никакого удоварения. Ну, то есть, он легко поднимается. Он не должен так легко подниматься. А основной мех, вот там дотянешься, вот, видишь, там дисклейка. Смотри, видишь, вот, вот эти свечи. Нет, тут не сифонит, сифонит там. Так очень интересно устроен вальцы. Это вот это вальцы? Да. Здесь идут, здесь идут контактная пластина, а здесь идут, соответственно, урегистры, да. Вот он их задевает, постепенно подключает. Вот пошла купуляция. Узнаешь прелюзию? Ты слышишь, что это за звук? Мне кажется, это подшипник. Слышишь вот сейчас? Хринь, хринь, хринь. Можно нас в Гюмри? В Гюмри у нас такое было, с подшипником тоже. Но у нас там была другая тема, мы просто чистили его. У нас там был килограмм копоти. Это церковный орган, там вот эта копоть вся засасывалась. И прямо вот такой слой мы разбирали. Вот этот ротор полностью, щеткой металлической вышкрябывали. И все, там килограмм, наверное, полтора. Горячий? Да? Я прям чувствую отсюда. Да, да, он нагревается. Сильно греется. Вот это, ты понимаешь, подключение? Да. Смотри, смотри. Да. Смотри, девочки, два проводка. Просто финалинально. Ох, ох, ну-ка посмотрим. Угу. Так, ну пока у меня все, что касается... Так, пойдемте, заберем это. Все, что касается корпуса, ладно, да. Я буду выключить мотор, потому что он уже нагревался. Это тоже? Да, это тоже самое. Тоже. Прямо пойдем по порядку и будем записывать. Бордон не включается до конца. Бордон. 16, да? Угу. То же самое. Принципал пропускаем. Бас-флет. Подожди. Да, тоже, да. А почему пазаунд мебемоль работает? Ну включи пазаунд. Это не мебемоль, я попрошу. Это плохо настроенный до. Понятно. Причем вот этот мебемоль. Да. Вот так. Понятно. Ну пазаунд трампет есть. Вопрос. Помните, вы мне рассказывали, какая-то труба, которая была погнутая. Это какой? Да, вот это как раз и есть вот этот до, который невозможно настроить. А, это пазаунд? Да, это пазаунд. Слышишь, Гарик? Угу. Напиши. Минутая труба. А так, в принципе, все трубы на месте. Ну, то есть, а... Одной принципальной трубы нет. Принципальной... Она... Маленькой? Похоже на то. Да, маленькой, вот она. Одной трубы принципальной трубы на первом мануаре. Папиши. Да? Да. Может, кто-то вот прям вытащил две, а не подряд в один, да, кстати? Тоже... Давай я с тобой посмотрю. Или ты сходи, посмотри. Сходи, посмотри. Ф3. Пока ничего не буду писать. Астаба и блок. Сейчас. Угу. Сейчас, секундочку. Можно, да, сюда? Еще раз, где она? А, все, вижу принципала нет. Да, вот дырка от него. Вон. Вот, 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 вот. Вот, я же говорю, да, там неполный ряд. Ладно, давай дальше. Что там было еще? Нет, все, она одна была. Она одна, все. Да, 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 я помню, что она, ну, вот, одной трубы не было. Угу. Гарик, ты как предупреждать, у меня я стоял, наклонившись, смотрю микстуру ухом прямо в ту трубу, которую ты нажал тромпета. Я чуть не охрене оглох. Вот, стоп, стоп, дожди. Нажми ее. Да. У нее смят рор, прям сплющен. Ага. Ну, это нормально, это можно сделать. Она немножко шепелявит. Сейчас, подожди, я ее на место поставлю. Ой. Все, ладно, поехали дальше. С первого мы закончили? Ну, да. Тогда переходим ко второму. Так, а пока я здесь, можно я проверю педаль, вот этот пазаун, который... А? Последний самый, нажми до, пазаун. Готов? Да, готов. Он ниже не делается. А? Он ниже не делается. Да, он ниже не делается. Вот я, увы, вытянул на максимальную, вот этот ползуночек регулировки, и все равно звучит ми-бемоль. Ну, она вот явно прям видно, что она вот так заходит. Да, вот здесь еще тоже, вот здесь вот я... Ну, здесь вот они, они прямо... Вот здесь раз, два, да, вот это все. Вот они все, вот эта труба, и вот эта труба, видите, у них не круглая, а они деформированные. Да, 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 да. Короче, Гарик, смотри, тут еще наш какая тема, тут трубы, они прям болтаются в этих дырках. Я думаю, что нам нужно будет к сукном оклеивать вот эти вот отверстия. Короче, ну, наша задача, все-таки, Гарик, сделать, это довести этот ригер-клосс, вот допилить... Да, я понял, то есть это изначальный прокол. Да, изначальный прокол, трубы прям болтаются, они вот... Вот, слышь, они между собой все-все друг с другом соприкасаются. А еще у нас есть очень интересная особенность, у нас вот эта верхняя планка, она ходит худуном и трубы вместе с ними, справа влево, где-то сантиметров на... Ну, где-то на сантиметр на полтора-два. А чтобы она не ходила, я вижу решение, какой-то дополнительный посередине рычаг еще вот сюда в деревяшку сделать распорку. Так, еще раз, сейчас ты включил бунтерзация, да? И он работал, не принимал работу. Да. Выключил бунтерзация. Выкрутил. Ну-ка, сейчас. Так, если... Знаете, пойдем с тромпета вниз? Нет, у меня есть ощущение, что абордон это трансмиссионный с первого мануала. А где у нас первый мануал, там. Пойдем, идем туда. Ты там уже? Да, я здесь, врубай. Вот. Это я включил с мануала его, выключил. Включил, выключил. Включил, играет. Выключил. Не играешь. А педаль? Теперь педаль. Включаю, выключаю. Включаю, выключаю, и никакого эффекта. И тогда, соответственно, вариант такой, что не работает трансмиссия. С первого мануала в педаль. Так, значит, еще раз включи 16. Я сейчас пойму просто логику при включенном штоке. Он сейчас с тебя работает, да? А проиграй гамму хроматическую до конца. Может быть, это... Ага. Вот это я понял. Все. Я теперь разобрался. Смотри, какая интересная история, Гарик. Бурдон 16 находится за моей спиной. То есть, весь первый мануал вот здесь отдельно. Да, а у него отдельная лада идет. Здесь идет как разделение. То есть, часть труб находится в одной венгладе, а часть в другой. И вот эта часть, которую я выключил, она сейчас и не работает. Ага. Все. Теперь я разобрался, почему так не работает. Давай выключить. Да, небольшой перерыв, а то у меня уже голова закипает. Здесь не надо, закрываем. Ну, тогда и там, по идее, надо закрыть. Ну, я закрою. Вы пока будете лезть, я закрою. А салитционал, проверьте. Это третий. Это третий. Подожди, мы еще туда не долезли. Чтобы туда залезть, это целая история. Так, значит, салитционал, да, у нас. Он звучит, да, но просто я до него не могу дотянуться. Я сейчас вырублю эту QR-флоту дурацкую, которая звучит постоянно. Все. Да, вырубил ее. Октавит. Ну, это труба. Да. Вот об этом я и котел стоять. Принципал 4. Значит, он вот-вот, этот моторчик не работал. Так. А дальше что еще нет? Плеты не работают. Моторчик. Стоп, стоп, подожди, не понял. Ты сейчас его выключил, что ли? А включи. Включил. А, смотри, как интересно, смотри. А теперь выключи. На выключении он работает, то есть моторчик живой. А на включении он не работает. Так, еще раз нажми эту терцию, в смысле клапан. Включи, выключи. Регистр. Четвертый. Ага. Четвертый. Четвертый. Это труба. Тут вдавлен, вдавлен лабиум прям мощно. Терция, значит терцию сейчас... Вырубай ее. Я все выключил. А, значит, она не работает. Окей, хорошо, я выключу. Все, терцию выключу. Где-то думает, что... Это какие ноты ты нажимаешь? Это вообще большая оксава, а демо и фас. А другие ноты? Другие ноты можно. Ну, это как, клапан получается? Да, но какого регистра? Клапан-то один на все регистры, там же как идет. Это же обычный шлейф лада. Идет клапан и дальше идут разделители на каждый регистр. Соответственно, те шлейфы, которые дырочки совпадают, трубы звучат. Так что это клапан. Это не эти самые, не моторчики. Это конкретно клапан конкретно вот этих вот двух нот. Какая там нота, напиши в блокнот. А еще у меня волнует только эксперимент. Сейчас второй мануал полностью весь выключен, правильно? Да. Ничего не звучит, да? У нас при включении... Какой регистр там срабатывал на третьем мануале? Квартир его выключил вручную. Я его выключил вручную. Вот сейчас давай проведем эксперимент. Тумблеры выключены, правильно? Да. Выключай орган. Теперь смотри, включай орган. Не звучит. Ничего не работает. Напомню, пожалуйста, что у нас на первом мануале звучало. При включении. На первом мануале звучало рольфлёт, шпиц, гамма. Рольфлёт и шпиц, гамма. Рольфлёт. Можете посветить. Они звучат. Это у нас рольфлёт. А вот этот вот. 14-15, вырубаем его. Сейчас. Нажми. Не работает, отлично. И шпиц, гамма, да, у нас звучало? Да, но сейчас не звучит. Врубай орган. Еще раз. Если мое предположение подтвердится, значит проблема не в платах. Выключили, да? Да. Так, а теперь врубай. Скажите, вы хорошо это прикрепили? А теперь снимите. Ага. Значит, проблема, то что рандомные регистры звучат, это не проблема перепаянных плат. Потому что сейчас вот при выключении, что в третьем мануал, что в первом мануал, это просто тупо вот эти штоки, которые не работают, они были выдвинуты в этих состояниях. Рор флот, вот включи сейчас, например. Вот, он включился. А теперь выключи его. И он не выключается. Все понятно. Все. То есть он включается, но не выключается. И, соответственно, его один раз включили, выключил орган, включили, и он так остался в этом открытом состоянии. И сейчас он будет постоянно звучать. Для начала, прежде чем все разбирать, я предлагаю, чтобы человек прозвонил вот этот вот моторчик на предмет вкл-выкл. Если на вкл сигнал поступает, на выкл нет, значит проблема электрическая. И тогда нам разбирать не надо, ничего, мы проблема в моторчике. Если идет сигнал и на вкл, и на выкл, соответственно, нужно будет разбирать вендладу, и проблема уже механическая. То есть по нашей части. Например, разобраться вот с этой нотой до. Которая скупулирована с третьего мануала. Единственная нота. Почему она включается? В общем, вот нашли мы эту проблему на ноту, которая у нас работала вот здесь вот. Там она в самом конце. Она срабатывала. Двенадцатый по счету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцать. Вот она. Постоянно, да, вконтакте. Она постоянно вконтакте. И, соответственно, это как раз и двенадцатый контакт. Это до. Ходит, проводит параллельно, да. Миби-моль. Нет, не ду-ди. Миби-моль не работает. Нота-рэ западает. Какая октава это? Это, получается, первая октава. Фа. Большой октавы. Не работает. Заработала фа. Они рядом, потому что они в большую терцию. Теперь же бемоль нажми. Они в большую терцию рядом расположены. Это механика, это мы починим. Так, но это все равно тоже диагноз. Ты записал, да, фа большой октавы? Фа большой октавы не работает. Это запаздывает. Мы тоже напишем, если в случае ми-бомоль большой октавы работает с запозданием. Че-че? Не понял. Это вот это ре? Нет? Да, первой октавы. Ква-ква. Стоп. Подъезд не работает, третий к первому. Так, давай снизу, подожди, давай снизу. Третий к первому мини... О, стоп. Она работает, но медленно. Они все квакают. Фа не включается. Вот сейчас включилась. Я ее рукой тыкнул. Класс. Напиши там, где на треть второй, что... Короче, вот эта ре, она проблемная. Причем, что здесь она не запаздывает. Ре... Первая октава. Первая октава. На третьем все четко работает. А здесь вот так. Это проверили. Педальная мы проверили. Третий к первому. Второй к первому мы проверили, да? Второй к первому мы проверили. Третий к второму мы проверили. Значит, купуляция мы проверили. Все. В общем, она вся неисправная. А, педальные, давай педальные комбинации, потому что они идут отдельно, они не связаны с этим, с этими комбинациями. Так, ну давай, допустим, ПК-1, давай, что-нибудь выруби, натурозация. Бурдон заработал у вас на комбинации. Ого! Явление Христа народу! У нас бурдон все-таки работает. На педальной комбинации, вот поэтому, поэтому я говорю, что надо такие вещи проверять. Вот это очень странно, почему в режиме комбинации он работает, да? Сейчас. А ну-ка, подожди-ка, давай попробуем сделать хант-регистр. Не-а, не сработала эта фишка. Так, стоп, подожди, а у нас же еще вот это есть. А вот на этой комбинации мы проверяли, она работает в педали. Мы же педаль не проверяли, мы только мануальную проверяли. Комбинация А. Не-а. Мануальная не работает. Давай так сейчас сделаем. Комбинация В. Комбинация С. Комбинация Д. Не-а. Ни на одной из комбинаций не работает. А, подожди, это хант-регистр. А так работает. На В не работает. На С работает. И на Д работает. На хант-регистр не работает. Ага, значит, у нас В. Нет. В и вручную не работает. Не работает только В. И ручной. Запишем? А что нам это писать? Скажи мне, нам все равно нужно будет это все пересматривать и перепаривать. Все, понимаете? А, ну, проект тоже мы выключили. Ясно. В данном случае, нужно будет смотреть с разобранным пультом. Согласен. Согласен.